В Брестском областном центре медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями тонус сегодня царило особое оживление. Причина – традиционная акция Красного Креста. Уже не первый год волонтеры организации устраивают праздник, приглашая родителей и детей, которые проходят реабилитацию на настоящий сеанс красоты. Благотворительная акция – праздник красоты. Приурочена она к Дню Матери, и будут оказываться парикмахерские услуги для детей, страдающих детским церебральным параличом. Эта акция у нас не впервые. Это уже стала традицией. К Дню Инвалида, к Новому Году. В общем, в течение года мы несколько раз проводим такие акции. Кто хоть раз водил маленького ребенка в парикмахерскую, тот прекрасно знает, насколько нелегкая эта задача. Малыши, как правило, не могут усидеть на месте даже пару минут. К тому же постоянно норовят затопить все в слезах. Но вот что примечательно, в ходе акции мальчики и девочки дарили окружающим улыбки и были полностью увлечены процессом, позволяя кудесницам расчески и ножниц творить. Сами юные цирюльники к своему делу также подходили со всей ответственностью. Когда мне предложили, я с радостью приняла в этом участие, потому что уже не раз меня приглашали в подобные акции. И очень хотелось бы, чтобы этим деткам помочь в первую очередь, чтобы принести для них радость какую-то. Мне очень нравится работать с детьми. Мне нравится очень эта профессия. Я хотела подарить маленьким деткам немножечко радости, чтобы у них все было хорошо. Я очень надеюсь, что в какой-то степени начнут поправляться. Мне очень нравится. Навести красоту могли не только маленькие пациенты центра, но и их родители. Мамы также воспользовались возможностью внести в свой образ желаемые коррективы. Как известно, каждой женщине, воспитывающей малыша, времени, что называется, на себя хватает не всегда. А потому мамы искренне благодарны организаторам за такой полезный подарок в праздник. Очень здорово, что у нас есть такие акции. Это, можно сказать, маленький праздник для детей. Также и нам очень приятно, что мы можем принять участие в подобных акциях. Было бы здорово, если бы они проводились чаще. Анастасия Стропко, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.